Вы человек прямой. Скажите, как вам кажется, правительство уделяет Висагину Су достаточно внимания или все-таки могло бы уделять больше? Конечно, когда приезжаешь, видишь, что, может быть, можно было и больше уделять, но те вопросы, которые решили вместе с самоуправлением, я думаю, что они очень хорошие были, очень честные ответы, без обмана. И те компенсации, которые еще остались, мы держим слово и продолжаются. И главное, что те инвестиции, которые должны прийти в Висагину, они приходят, это иностранные инвесторы, и специальные парки для инвесторов, и предпринимателей, я думаю, что это очень важно. И, конечно, я очень рад, что очень сильный центр профессиональной подготовки здесь, который тоже сопутствует тому, что инвестор, он смотрит, хочет, и литовский инвестор, и иностранный инвестор приходит в этот очень красивый город. Главой города нашего было сказано, что вы оказали нам большую помощь. Но какую помощь от вас мы еще можем рассчитывать? Я думаю, что очень многое зависит от главы города. И тот, который очень рационально служит местному обществу, он имеет мою поддержку. В этом случае это особенно, что новый будущий мир города, он представляет ту политическую силу, которую формирует в правительство и большинство. И, конечно, если будут эти просьбы и предложения рациональные, эффективные, конечно, вся поддержка будет этому городу и этому самоправлению. В последнее время часто говорится о том, что Висагинусу необходимо получить статус целевого региона, именно городу. Это реально? Я не знаю. Наверное, это проблема не в статусе. Можно получить статус и ничего больше не получить. Я думаю, что надо нам ориентироваться на реальную помощь, которая поможет в полной интеграции этого города после закрытой атомной станции в нашу и экономику, и промышленность, и общественную жизнь всей страны. Но мы все-таки постоянно твердим о том, что Висагинус город специфический, город региона и АЭС. У нас и закрывается атомная электростанция, и на нашей территории могильники. Постоянно требуем каких-то компенсаций, льгот, особого внимания. Чего-нибудь все-таки дождемся конкретного такого серьезного? Я думаю, что так, и очень хорошо, что требуют. И те, которые, они бывают, которым люди, которым общество неинтересно будущее своего города, они как живут, так и не участвуют в общественной жизни. Так требовать надо. А когда будет решение, и мы найдем, чем помочь, тогда будет и виден результат. И обещания не хочу давать, пустых обещаний. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо.